В Чубоксарах обсуждают перспективы развития картофельной индустрии. Лучшие сорта второго хлеба представили на межрегиональной выставке. Она проходит в девятый раз подряд и объединяет не только производителей семян, но и разработчиков средств защиты растений. Какие новинки представили селекционеры и насколько скоро в Чувашии начнут выводить собственные сорта картофеля, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Фиолетовые, красные, желтые клубни размером с грецкий орех и теннисный мяч. На эту выставку привезли более 200 сортов картофеля на любой вкус. В этом году здесь собрались более 80 участников из 20 регионов страны. Представили свои селекционные разработки и белорусские аграрии. Давние участники вашей выставки. Спасибо, что приехали. И давние друзья. Чувашии. Братский народ. Да, работаем с рядов хозяйств. В Российской Федерации сколько там тысяч продаете с огненного картофеля? 6 тысяч на уровне Германии. Каждый год картофелеводы выводят десятки новых сортов. На рынке реализуют семена, которые уже не боятся влаги, холодов и даже вредителей. Но большинство потребителей делают ставку на вкусовые свойства картофеля. Из старого хлеба возможно приготовить огромное количество блюд. Лучшие рецепты увидели участники и гости на выставке. В мире культивируется более 200 блюд из картофеля. Из них, наверное, стоят и чувашская курица. Мы тоже стремимся. Раньше у нас чуваши, но это как из картофеля, как у меня все картофельное. Береметь! Гиражки из картофеля, делим лука. Перед селекционерами стоит непростая задача – снизить зависимость производителей картофеля от импортного посадочного материала. Большинство элитных семян сейчас завозят и за рубежом. Стоимость их уходится 1 килограмма 60-70 рублей. Это дорогое удовольствие. Поэтому наша задача – снижать себестоимость семян и элитные репродукции, для того, чтобы в конечном итоге больше прибыли получили наши земледельцы картофелеводы. Этот спрос заставляет наших производителей постоянно в динамике работать на совершенство. Элитные сорта начнут производить в республике. Уже в этом году в Чувашии заработает селекционно-семеноводческий центр в Яльчихском районе. Понимаете, где-то вложились на сегодняшний день 76 миллионов. Осталось еще 30 миллионов на лабораторию. До конца этого года в селекционном центре намерены произвести более 80 тонн посадочного картофеля. По мини-глубням, какая работа проведена и какие результаты получили? Результаты нулевые пришли. Мы их на вирус сдавали. Здесь они чистые. В частности уже продаем супер-элиту и производим элиту. У картофелеводов республики большие планы. В этом году сельхозтоваропроизводители намерены собрать рекордный урожай второго хлеба. Поддержка аграриев увеличится. Касаясь растеневодства, динамики к уровню прошлого года выделяем на 32% больше средств, несмотря на те сложности, которые есть. Есть всеобщее признание, что Чувашия – это картофельная страна. Так мы ее называли, когда возникла идея организовать вот эту межрегиональную выставку. Для науки это важно. Мы имеем площадку, где мы можем популяризировать, демонстрировать наши новые селекционные достижения. А важно для взаимодействия с агробизнесом. Эксперты говорят, что сейчас необходимо делать ставку не только на производство семян. Выигрыши останутся те, кто наладит глубокую переработку картофеля. Спрос на такие продукты растет с каждым днем. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.